В конце сентября в Самару приедут лучшие учителя со всей страны. Город примет финал конкурса «Учитель года-2016». Это прекрасная возможность перенять лучший опыт, отметил губернатор Николай Меркушкин на встрече с самарскими педагогами. Внимание региональных властей, поддержки и развитию образования. Учителя, которые подготовили победителей предметных олимпиад, получают прибавку к зарплате до 99 тысяч рублей в месяц. Из областного бюджета на это выделено более 500 миллионов рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и для молодых специалистов. Мы имеем хорошие результаты в стране. И сейчас мы видим, как в том сельскую местность, и не только в сельскую, и в города стали приходить молодые учителя. Как бы сложно ни было, мы будем делать все для того, чтобы это продолжалось и учительство пополнялось молодыми кадрами. Впервые за несколько десятилетий в Самаре открывают новые школы. В этом году три построенных по самым современным технологиям. Регион – пример в плане организации системы высшего образования. Самарский университет имеет все шансы войти в топ-100 ведущих вузов мира. На торжественном собрании глава региона наградил лучших педагогов Самары. Звание «Заслуженный работник образования Самарской области» получила Татьяна Бороздова. 44 года она посвятила воспитанию дошкольников. Вы как губернатор, вы так много делаете для того, чтобы поднять статус педагогических работников. Сколько сделали вы для нас, никто не сделал. Вы поддерживаете молодежь, вы поощряете заслуженных работников. За это вам огромное спасибо. Памятные знаки Куйбышев – запасная столица. Получили учреждения среднего профессионального образования Самары, которые в последние несколько лет значительно повысили свой уровень. У нас очень много ветеранов, которыми мы можем гордиться. И на их примере мы воспитываем своих студентов. И вы знаете, у нас очень хорошие студенты. Каждый на своем месте приложен усилия для того, чтобы процветал наш регион. В завершении встречи с приближающимся Днем Знаний самарских педагогов поздравил народный артист Лев Лещенко. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.